На повестке дня оперативного совещания областного управления Следственного комитета один из самых торжественных моментов поощрения сотрудников, продемонстрировавших высокие показатели в работе. Среди награжденных майор юстиции Александр Максимук. Следователь Копринского районного отдела раскрыл запутанный интернет-обман, в сети которого попали сотни человек. В последнее время мошенничество в сфере информационных технологий явление нередкое, но к таким проявлениям преступных побуждений следователи готовы и предупреждают. От наказания уйти не получится. У нас есть примеры, когда именно следователи и именно с использованием тех же высоких технологий изобличили действующую на территории Брестской области группу людей, которые организовали продажу психотропных веществ посредством интернет-магазина. У нас есть и новые примеры, когда следственным путем выявлялись преступления, связанные с использованием высоких технологий, такие как блокирование электронных кошельков граждан, их аккаунтов, а также распространение вредоносных программ. Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к тем лицам, которые задумались совершить какое-нибудь противоправное деяние с использованием высоких технологий. Не стоит этого делать, потому что ваши следы и в интернете, и на других носителях останутся на долгое-долгое время и всегда будут видны для органов следствия. Даже специальные карты, на которых детально изображена преступная схема, человеку, неподготовленному, мало помогают разобраться в сути дела. Слишком много составляющих у этого обмана. Здесь и незаконное завладение электронными кошельками, и их дальнейшая перепродажа, и распространение вирусного программного обеспечения под маской МВД и многие другие нелегальные операции. Следственные действия сегодня продолжаются. По словам представителей комитета, уже выявленные многочисленные факты могут оказаться не последними. В настоящий момент следствие находится на этапе установления всех потерпевших лиц от деятельности обвиняемого. Принимаются всевозможные меры для установления всех потерпевших возмещения вреда пострадавшим лицам. Представители правоохранительных органов напоминают о необходимости внимательного отношения к любым операциям, проводимым с помощью сети интернет. В основе практически каждого обмана во всемирной паутине лежит желание заработать легкие деньги с одной стороны и доверчивость с другой. И несмотря на то, что на страже законных интересов и прав граждан стоят люди опытные и компетентные, первая защита от мошенничества в сети – бдительность и осмотрительность самого человека. Анастасия Стропко, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания БУК-ТВ.